Здравствуйте! Андрей Владимирович Боков, академик Российской Академии Архитектуры и Строительных Наук. Президент Союза Архитекторов России с 2008 по 2016 годы. Автор теоретических исследований по проблемам расселения, проектирования городской среды и развития социальной инфраструктуры Москвы. Один из идеологов средового подхода в архитектуре и системы сетевого расселения. И сегодня речь у нас пойдет, уважаемые коллеги, о явлении, которое стало чрезвычайно часто упоминаемым. И речь об агломерациях сегодня становится чем-то чрезвычайно популярным. Это слово прочно вошло в лексикон политиков, ученых, тех людей, которые занимаются развитием городов, тех, которые занимаются социальными проблемами. И самое удивительное то, что до настоящего времени, собственно, мы так и не умудрились договориться о том, какой смысл вкладывается в это понятие. Если вы зайдете в Википедию и попытаетесь просто сравнить все тексты, которые там откроются, вы вдруг обнаружите их решительное несовпадение, если не сказать, некое противоречие между толкованиями этого слова. И это можно было бы считать явлением вполне нормальным, потому что мы вправе вкладывать разные смыслы в какие-то понятия в процессе обсуждения этого явления. Но отсутствие точной договоренности, отсутствие внятно сформулированного определения становится уже достаточно опасным, если это определение включается в некие серьезные документы правительственного уровня. Когда агломерация становится предметом управления, когда люди, принимающие решения о том, как должна строиться экономическая, социальная политика, прибегают к использованию этого термина. Вот здесь уже разночтение и какие-то разные представления о том, что есть агломерация, они неуместны. Значит, нам необходимо как бы было бы договариваться. Но, к сожалению, до сих пор этой договоренности нет, а термин этот продолжает, в общем, широко весьма использоваться. Если вы, опять же, посмотрите Википедию, вы увидите, что кто-то говорит о том, что у нас в стране есть, предположим, 5 крупных агломераций или 5 каких-то образований, которые мы вправе считать агломерациям. Кто-то говорит, что их 40, кто-то насчитывает 20, кто-то обнаруживает там 120 или 126 агломераций. И вот это вызывает очевидную шенотревогу, потому что сегодня именно агломерация становится предметом самого пристального внимания. Именно в агломерации предлагают сегодня вкладывать основные усилия, основные средства. Именно агломерация сегодня представляется развивать необходимым. Всем кажется, что вот именно здесь скрыто нечто такое, что позволит нам получить какой-то быстрый и значительный эффект. Об этом я чуть-чуть позже вам скажу. Что за эффекты, каковы аргументы в пользу, так сказать, этих представлений. Но на что можно опираться, если попытаться выстроить какое-то внятное представление об агломерациях? Дать вот то самое определение, которое нынче отсутствует? И почему до сих пор этого определения нет? И вот здесь речь может идти действительно о том, что принято называть было когда-то и сейчас системным подходом. Это некий подход, который позволяет выстроить целостную картину происходящего. Который позволяет явления рассматривать в некоторых взаимоотношениях с другими явлениями, с другими событиями. Понять его внутреннюю природу. Возможно выстроить поначалу несколько представлений, несколько моделей. И потом принять какую-то наиболее разумную, наиболее адекватную и точную. То есть это то основание, методическое, если угодно основание, которое позволяло бы провести достаточно грамотно и достаточно результативно, как мне кажется, вот такую работу по определению того, что есть агломерация. И я постараюсь сегодня хотя бы отчасти воспользоваться вот такого рода методиками для того, чтобы описать это явление. Ну, первое и самое, пожалуй, основное и принципиальное заключается в том, что мы до сих пор пытаемся вот эти агломерации считать чем-то вроде большого города. И вот эта путаница между большим городом и представлением большого города и агломерациями, она весьма существенно затрудняет какое-либо движение. И так получилось, что многие люди, которые достаточно широко используют слово агломерация, причем люди, повторяю, ответственные, те, которым надлежит принимать решение, не могут дать ответ на вопрос, в чем отличие большого города от агломерации. Это одно и то же или это все-таки какие-то разные явления, прежде всего на таком системном уровне, если угодно. И здесь надо понять одно, что город, малый город, большой город, очень большой город, это есть некое образование с весьма четкими, четкими границами. Это город, если угодно, выстроенный прежде всего в представлениях тех людей, которые занимаются его управлением и пользуются такими представлениями администратора о городе. Это образование, имеющее весьма четкие границы, административные границы. Те границы или те параметры, которые простым людям, обитателям этих пространств, в общем-то, не видны. Они иногда чувствуют это в силу того, что кто-то пользуется чуть большими правами, чуть большими полномочиями, чуть большими какими-то привилегиями, возможностями, у кого-то этих возможностей меньше, но пространственное, и для человека, как бы пришедшего откуда-то снаружи, из другого мира, вот эти границы между большим городом или городом и негородом, они сегодня практически незаметны. Значит, вот это обстоятельство породило интерес к тому, что принято называть реальным городом. То есть тем городом, тем пространством, в котором, в общем, мы на самом деле существуем. А существуем мы, вы сами понимаете, не только в центре города, не только где-то за его пределами, не только на периферии. Мы едем на дачу, мы едем в соседние города. Мы очень часто ездим из соседних городов в центр, в центр, предположим, большого города, такого как Москва и так далее. И вот эти все перемещения, не только перемещения, самого разного свойства, связи, отношения и так далее, они формируют вот то, что называется реальным городом. И вот агломерация как раз ближе к представлению о реальном городе. Вот для того, чтобы понять, как этот реальный город выглядит, в общем, в значительной степени слово агломерация и было использовано, и было внесено в наш лексикон. Но есть очень распространенное мнение того свойства, что вообще агломерация – это некое образование, сложившееся вокруг центрального места. Вот центральное место является признаком агломерации. Но это не все говорят, это только некоторые, таких, правда, большинство. И вокруг этого центрального места, предположим, такого как Москва или Париж или Лондон, группируются города поменьше, потом еще меньше и так далее, и так далее. И надо сказать, что где-то, где-то там лет, предположим, 50-60 назад стало возникать наряду с представлениями о городе как таковом, там, о Париже, о Москве и так далее, такой-такой термин или такая модель, которая называлась «большая-большой город». Большая Москва, может быть, вы слышали об этом, Большой Париж, Большой Нью-Йорк, когда, да, это были образования, серьезные, большие, крупные, включающие центральное место и некую совокупность окружающих поселений. Вот это, скажем так, так выглядел Большой Лондон, и выстраивались институты, помогавшие управлять вот этой большой территорией. Для чего? Потому что все поняли, что, на самом деле, судьба вот этих центральных городов, она в значительной степени решается за их пределами. Вот когда создавались системы каких-то городов, спутников, когда выносились, предположим, за пределы города крупные производства, вот все это можно было решать в системе Большого Города. Но Большой Город не более чем просто Большой Город, то есть тоже та самая замкнутая система. А вот когда мы говорим об агломерации, то вот здесь возникает ощущение, что это что-то принципиально иное. Это не закрытая, а это открытая система. Это система с постоянно меняющимися границами, если угодно, вообще для которых границы несущественны, в отличие от города. И думать вообще открытыми системой, оперировать открытыми системой гораздо сложнее, чем закрытыми. Вот к закрытым мы привыкли, да? Вот у вас есть, так сказать, есть ваша квартира, и вам понятно, как в этой квартире жить, где что расположено, как ходить, как по ней перемещаться и так далее. Но как только эта квартира теряет, так представьте на секунду, некие границы, вы тут же обязаны выстраивать какие-то другие инструменты подхода к своей среде окружающей, к тому предмету, или к тому объекту, в который, к тому пространству, в который вы погружены. И вот эти инструменты, к сожалению, нами не так легко осваиваются, они не так просты на самом деле. А точнее, в общем, нам только предстоит их осваивать, понимать, как они, в общем, как они на самом деле должны работать и как они должны быть выстроены. Итак, вот эта картинка достаточно долго стоит. Все вы, наверное, на нее обратили внимание. И замечательно здесь следующее, что вот все, что вы видите, это весьма наглядно демонстрирует о том, как выглядит тот мир, в котором мы живем. Чрезвычайно наглядно. Точки световые, которые побольше, это крупные города, точки поменьше, это малые города. Но для нас самое важное, что эти большие и малые города представляют собой практически одну систему. Представь себе, что все они соединены, на самом деле, весьма и весьма, в общем, эффективно работающими коммуникациями, дорогами они соединены. А это значит, что сегодня мир представляет собой нечто прямо противоположное тому, что было еще 200-300 лет тому назад. 200-300-400 лет тому назад город Европа, европейская пространство, российское представление совокупности абсолютно закрытых образований. Центральное место и вокруг него некая периферия, которая была достижима просто пешеходу. Вот пешеходный мир вокруг некоего города, вокруг полиса, вокруг средневекового города и так далее, и был исчерпывающим миром, в пределах которого протекала вся жизнь. Сегодня вся жизнь протекает в других совершенно пространствах. И что самое удивительное, вот эти открытые, как я уже сказал, системы, вот эти агломерации, они не имеют границ, они сливаются друг с другом, они накладываются одна на другую, они пересекаются и так далее. И вот это взаимодействие является гораздо более важным и существенным, чем все другие какие-то их черты. Именно эта открытость, именно эта склонность к объединению, склонность к формированию неких сетей, чрезвычайно характерное явление. Это явление было описано не так давно, где-то после войны. Наиболее ярко и точно его описал такой грек, которого звали Константинов Дексиадис. Он открыл это, не он открыл, но он был одним из тех, кто вот эту феноменологию роста города, распространения его, пространственного его развития, почел или решил или посчитал весьма-весьма чем-то серьезным и существенным. И у него родилась концепция так называемого Динополиса, развивающегося города. Первой стадии этого развития он назвал Метрополис. Это такой-такой город, который как бы растет вот в одном, в двух, в трех направлениях. Дальше эти города, эти города в его представлении начинали, или эти образования начинали срастаться друг с другом, и образовывался более-более сложный организм, который назывался Мегалополис. Потом несколько этих Мегалополисов стали образовывать такие линейные, сложные, значит, сочетания, такие цепи, которые мы сегодня видим вот здесь, здесь в разных местах, вы видите, более выраженные цепи таких городов, да? Это называлось у него, по-моему, Колоссополис. И дальше возникали сетевые города. Вот что-то вроде того, что вот европейского, на территории европейского континента вы видите, это называлось у него и Куменополис. Вот на самом деле, все это, все это не только города. И слово полис не должно нас смущать, потому что полисом, вообще говоря, называлось не только город, но и все пространство, и все территории, и все земли, которые так или иначе осваивались и принадлежали этому полису. И этот смысл, в общем, по существу он вкладывал в это понятие. Но по-прежнему в умах тех людей, которые сегодня с таким интересом говорят об агломерации, в умах у них, в общем, существует совершенно определенная картина. И в этой картине отчетливо доминирует огромный большой город, как некое идеальное место, как нечто такое, что является сутью и сущностью агломерации. Считается, что именно в большом городе жизнь, так сказать, наиболее счастливая, она наиболее эффективная. И в качестве примера приводится несколько аргументов, из которых наиболее употребимыми являются два. Первое, то, что так называемый валовый продукт в этих городах, в этих городах он производится как-то с наибольшим эффектом. И считается, что именно большие города обеспечивают максимальный вклад в национальный ВВП. А второе, то, что именно в больших городах возникает то, что называется новациями. А что такое новация? А новация – это вещь чрезвычайно важная. Это то, что позволяет экономике быстрее развиваться, то, что стимулирует развитие экономики и так далее. Вот что-то вроде этого, где-то в подсознании, возможно, а может быть и осознанно, полагается чем-то весьма привлекательным. И вот это удивительно. Это удивительно, потому что на самом деле, вот мы можем дальше на все это взглянуть, потому что на самом деле вот такого рода образования и формирования, они являются скорее явлением исключительным. Они являются чем-то, чем-то вполне, вполне, повторяю, уникальным. Это Париж. Это Париж, который пошел по другому пути, совершенно отличным от того, каким развивается Нью-Йорк. Что это значит? Это значит, что центром некой активности, вот тем местом, где возникают наибольшие плотности, где возникает вот та самая особая атмосфера, большого города, вот все это, все это, видите, собрано было и сдвинуто на очень большое расстояние от исторического центра Парижа. Вот там высоко-высоко исторический центр Парижа, там Лувр, там Ревали, там все то, что, так сказать, мило сердцу каждому французу, а вот вся эта новая жизнь, она сдвинута вот сюда, сдвинута по главной этой самой оси, в район Дефанса, но самое удивительное, то, что именно здесь, в районе Дефанса, был сформирован очень мощный, очень-очень действенный, очень эффективный транспортный узел. И вот на этом транспортном узле, прямо непосредственно, на таком многослойном пироге, в теле которого сходятся маршруты местных электричек, метро, железной дороги, автомобильной дороги, стоянки, парковки и так далее, и так далее, вот, все это, все это представляет собой почву, на которой произрастает вот этот самый, вот этот самый Дефанс. Вот эти места, эти места становятся, на самом деле, если мы внимательно наблюдаем, наблюдаем природу этих самых агломераций, вот теми узлами, теми точками, откуда эти агломерации, чем они питаются, куда они, откуда они развиваются и что является вообще их опорой. В Москве есть точно такое же явление, вы это знаете, но оно существенным образом отличается от, предположим, парижского Дефанса, и оно отличается от всего того, что, скажем, существует в Нью-Йорке, по одной простой причине. Здесь не было исторически сложившегося узла транспортного, не было вот этого вокзала, не было этого пересечения, и поэтому не было вот тех стимулов, тех сил, той энергии, на которой естественным образом подобного свойства концентрации вообще возникает, образуется. Именно поэтому так долго и так мучительно это место строилось. И, конечно, расстояние от исторического центра Москвы слишком невелико для того, чтобы обезопасить центр от всей той энергии, которая естественным образом собирается в такого рода узлах и в такого рода местах. Здесь надо отчетливо понимать, что город и вообще то пространство, в котором мы живем, в котором мы обитаем, да, которое нас окружает, оно складывается как бы из двух таких слоев. Это слой, который очень насыщенным является, слой, в котором действуют люди работающие, производящие, люди, которые проходят и которые приходят туда вот по всем этим самым капиллярам с разных сторон, из разных точек и так далее. Это коммерческие, это деловые центры, в которых мы работаем, в которых производится вот тот самый, тот самый, значит, там, инновационный или еще какой-то продукт. Это пространство постоянно обновляемое, постоянно меняющееся, пространство бизнеса прежде всего, большого, малого, среднего бизнеса и так далее, которые усилиями этого бизнеса, прежде всего, производятся. Именно этот бизнес и его энергия создает эти пространства и нуждается в этих коммуникациях. А есть другой абсолютно, другой слой, это тот слой, в котором мы живем, это другой мир абсолютно, это мир, который гораздо более консервативен, который требует совершенно другого, если угодно, от города, да, который нуждается вот в этих самых границах, который нуждается в безопасности, где все знают друг друга, в отличие от того мира, который является коммерческим, где люди анонимны, где люди, скорее, являются гостями, работниками, наемными работниками, предпринимателями и так далее, и так далее. То есть совершенно разные роли. Надо еще отчетливо понимать, что агломерации бывают разные. И вот это доверие к агломерациям, оно не всегда оправдано, отнюдь не всегда. Собственно, большой город как таковой вовсе-вовсе не является непременно-непременно чем-то, чем-то позитивным и чем-то таким, к чему надо стремиться. Не все большие города являются вот теми самыми мировыми центрами или мировыми городами, как Лондон, как Париж, как Нью-Йорк. Значительное число городов, и мы их можем называть, вот это Лагос, там какой-нибудь Джакарта, Мехико, с гораздо большим населением, чем, предположим, население Большого Парижа, это 20-миллионные города, они не являются теми конкурирующими центрами, теми центрами или теми местами, теми пространствами, где возникают постоянно какие-то новые идеи, где возникают инновации, а являются чем-то принципиально иным, гораздо более тревожным и более опасным в чем-то. Вот это Лагос, это огромный город, это гигантская метрополия, мы бы сказали. Но почему-то мы не слышим с вами о каких-то особых успехах этих образований. Это значит лишь одно, что есть принципиальное отличие между одними агломерациями и другими агломерациями, что они работают по-разному. Они работают по-разному. И наиболее успешны те агломерации, которые позволяют проходить сквозь себя, которые не замыкаются, не накапливают внутри себя некоторую-некоторую массу, а которые являются воротами, если угодно, которые являются такими пространствами обучения. В этом отношении, ну, таким примером может явиться, скажем, Гонконг или Сингапур. Маленькие образования, такие города-государства. Что это такое, да? Ну, посмотрите, какова их природа. Это, прежде всего, это логистические центры, и это центры финансовые крупнейшие. Это центры, где, в общем, расположены какие-то офисы крупных корпораций и так далее. Вот когда такого рода две активности сливаются вместе, вот это начинает становиться вот тем условием, которое позволяет участвовать этим городам вот в этом мировом разделении труда, в этой мировой конкуренции за, предположим, контроль над финансовыми потоками, за влияние в этом мире. Так что, собственно, численность, да, та характеристика, которая во многом определяет отличие агломерации от неагломерации или от чего-то еще, численность, она не является столь-столь критичной. И вообще, если мы бы так вдруг непредвзято посмотрим на мир окружающий, то выяснится, что не столько количество населения, сколько качество населения, качество тех людей, которые там живут, уровень их образования, прежде всего, уровень их подготовки, уровень производителей, да, определяет гораздо больше, на самом деле, чем просто африфметическое число, масса людей. Вот это очень важно, вот это очень важно. Ну и, наконец, есть еще одно заблуждение. Вообще, чем отличается город от не города, это понятно, это во многом еще и не только характером занятий, образом жизни, но и типом среды. И вот существует, опять же, такая точка зрения, что тип среды, тип среды, вот тот самый с этими небоскребами, которые я показал, он является каким-то чрезвычайно благоприятным для возникновения этих самых новых идей, для успешного участия в этой конкуренции. Но если мы просто, опять же, непредвзято посмотрим на то, что происходит вокруг, то мы с вами увидим, что когда возникает необходимость формирования некой комфортной среды для производства новаций, да, то почему-то, почему-то мы всегда обращаемся к каким-то другим прототипам. Все научные городки, если мы с вами вспомним, множество научных городков, которые специально создавались в целях формирования оптимальных условий для ученых, они все выглядят совершенно иначе, они не похожи были на Нью-Йорк, да, это были такие-таки очень-очень человечные, да, очень неплотные пространства. Вот возникла необходимость создания какого-то инновационного или центра инновации, Сколково, и никому в голову не пришло собрать его, предположим, в один небоскреб, да, видите, в общем, он представляет этот городок или это образование, там, я не беру сейчас оценивать, так сказать, какие-то его другие качества, я говорю о том, что просто для того, чтобы решить эту задачу, людям в голову не пришло всех собрать в один муравейник, да, вот все это, все это вот так, такое растворенное в природе, с большим, с большим числом зелени, не выше там трех-четырех этажей, вот такая-такая история. Все университетские городки, если вы вдруг вспомните, или там мысленным взором представите, наконец-то Силиконовая долина, о которой принято говорить, все эти пространства, это пространство заполнено отнюдь не небоскребами, они другие по своей физике, если угодно, по своей фактуре. Но вот эти идеи большого города, они чрезвычайно, так сказать, они чрезвычайно популярны, популярны даже на подсознательном уровне, потому что, родившись где-то вот в эпоху такого агрессивного модернизма, они по сей день продолжают, в общем, волновать не просто наше сознание, но и они глубоко там укоренены. Это знаменитый план Вуазен-Корбезье, это варварское предложение, как мы сегодня решили бы, да, человек предлагал просто снести весь центр Парижа и в центре его поставить вот такие дома. Причем он говорил, что то, что в Нью-Йорке это плохо, как бы, а вот мы поставим их, так сказать, средизельные, и все будет хорошо. И несмотря на, в общем, то, что уже с момента опубликования плана Вуазен прошло уже, я не знаю, сколько лет, почти сто лет скоро будет, тем не менее, по сей день, вот это, этот миф о большом городе, это ощущение того, что надо жить в большом городе, он продолжает, продолжает, в общем, доминировать сознание. Не всех отнюдь, далеко не всех. Должен сказать, что советская, вот, идеология, если угодно, советской власти и все такие три этапа, три этапа, значит, формирования среды, которая нас окружает в период за 70 лет советской власти, а их было три этапа, да, если так вспомнить, в общем, когда модель города менялась, но все равно не менялось одно, не менялось, не менялось само представление о том, что лучше большого города вообще ничего нет, да, все это во многом, конечно, было воспитано, вот, так сказать, этой идеологией модернизма, вот, на этих примерах и на этой, на этой аргументации. Но справедливости ради надо сказать, что даже в советской России, когда государство стало очень активно управлять формированием пространства на основе таких вполне отвлеченных представлений, даже тогда возникали прямо противоположные идеи. Если вы знаете, был в Москве построен такой поселок Сокол, который состоял из отдельных таких домов индивидуальных, по разным технологиям это было, это было прямой альтернативой большому городу. А сейчас важно заметить, что это имеет самое прямое отношение к пространству агломерации, потому что агломерации, на самом деле, если мы говорим о реальном городе, это не только, не только вот эти вот плотные образования, это не только то, что принято называть компактным городом, это прежде всего развернутая экспозиция всех типов среды, это прежде всего сочетание, сочетание самых разных средств, в том числе пространств, которые не являются исключительно застроенными. Вы знаете, что, наверное, даже в пределах городов, в городских границах сегодня есть сельхозяйственные территории, есть рекреационные территории, природные и так далее. Тем более в пространстве, в пространстве агломерации, такие территории, без которых город нормально существовать не может, наверное, они должны присутствовать. Итак, агломерация – это, по всей видимости, вот такое открытое образование, открытое формирование, которое объединяет разные типы пространств, разные типы территорий, в принципе, не исключающие ничего из своего состава, если угодно. Агломерация притягивает и вбирает в себя весь материал, весь материал, который так или иначе связан с нашей жизнью. Ну и надо не забывать о том, что в реальной жизни, в городах, в городах, если говорить тем более о России, живет вовсе не большинство населения. Большинство населения, большинство наших с вами соотечественников, я думаю, что вы сами это прекрасно ощущаете, мы живем чуть-чуть иной жизнью. Для нас, в общем, вот эта связь города и не города гораздо более органично, естественно и необходима, чем для многих других. Да, мы знаем, что такое дача, у нас родственники есть в деревне, близкие люди в деревне и так далее, иногда папа и мама наши родились в деревне или в малом городе, в малом городе, который был весь почти застроен усадебными домами, и жизнь в этом малом городе мало чем отличалась от жизни деревенской. Вот эта особая жизнь, эта особая связь с землей, она чрезвычайно характерна для нас. И вот разрыв, надо сказать, между этим типом среды и городом, он достаточно велик. Это не единственный разрыв, который существует сегодня в нашем мире. Вот это Москва. Это фотографии, это не рендер никакой. Вот так выглядит благополучный город, благополучная Москва. А вот так вот выглядит как бы другой полюс, где тоже живут люди. И не надо думать, что они прямо глубоко несчастными. Многие из них предпочитают этот образ жизни. А сегодня еще не надо забывать, что вот эти разрывы, о которых я вам начал говорить, разрывы, условно говоря, между столицей и не столицей, между более освоенными, более обжитыми западными регионами нашей страны и Востоком, Дальним Востоком, вообще говоря, эти разрывы существовали не всегда. И Россия предпринимала очень серьезные усилия для того, чтобы выстроить сбалансированное пространство, для того, чтобы противоречия между столицей и провинцией не были бы столь обострены. И, в общем, в этих целях были предприняты две самые известные российские реформы. Это земская реформа и это реформа Столыпинская, реформа сельского хозяйства. Итогом земской реформы стало, в общем, развитие малых городов. Стало развитие вот той культуры, которая подарила и стране нашей, и миру фантастически совершенно людей. Это значит, что в этих малых городах, которые были основными, основными такими опорными точками расселения всего нашего Отечества, были созданы условия для того, чтобы там были воспитаны вот такие замечательные поэты, писатели, художники, артисты, инженеры, чиновники, военачальники и так далее, которые действительно украшают нашу с вами историю, мировую историю. Все эти великие писатели, все изобретатели, какие-нибудь там Сикорские, Зворыкины, которые уехали, Менделеевые, все они родились в усадьбах, в малых городах были воспитаны. Это значит, что уровень образования, гимназии, здравоохранения и так далее, все это было на достаточно высоком уровне. И эти результаты были достигнуты за два-три десятилетия после земской реформы. Когда малые образования, малые города, средние города империи получили возможность развиваться, получили возможность вкладывать деньги в свое обустройство. И это были красивые города. Поверьте мне, сегодня мы их назвали бы зелеными городами, потому что действительно жизнь там была в общем достаточно гармоничной, и никто, особенно в Петербург и Москву, не рвался. То есть приезжали люди в Москву и Петербург для того, чтобы получить образование, и возвращались обратно, потому что образ жизни и жизнь в таком городе, в Петербурге, они были сопоставимы, и каждый имел свое преимущество. То есть это была одна система, где большой и малый город занимали свое место. А это Столыпинская реформа. Это значит, что огромные массы людей двинулись из европейской части вот сюда. Вот это ареалы, те, которые осваивались, это плодородные земли, это земли и территории с достаточно благополучным, благоприятным климатом, которые осваивались людьми из западных регионов. И возникала новая система расселения и на западе, и на востоке страны. Эта система расселения отличалась от той, которая была, потому что хозяйство опиралось уже не на общину, не на эти большие деревни, где постоянно делили землю, а прежде всего на хозяина, на фермера, на человека, который был владельцем земли, одной и той же земли, который отвечал, который нес за себя ответственность. Это была абсолютно новая фигура в экономике, и появление этой фигуры дало фантастический результат, как вы знаете, в экономике. Ну и полностью изменило облик, конечно же, облик российского пространства, потому что вместо этих самых больших деревень стали появляться отдельные фермы. Роль малых городов существенным образом изменилась и повысилась. Они стали центром кооперации, центром переработки хозяйственной продукции, центром того, что мы назвали бы сегодня малого бизнеса, а из этого малого бизнеса стал бы вырастать средний бизнес, а из среднего бизнеса большой и так далее, и так далее. То есть это был тот путь, который в конечном счете мог привести, отчасти привез к тому фантастическому экономическому подъему, который в России случился. Что это такое было? Да, это была, конечно, связанность. Вот то, что я вам описываю, деревни, малый город, средний город и так далее, это связанность, это система, это все то, что, в общем, мы могли бы назвать, не знаю, первым шагом на пути к агломерации. Что же надо для того, чтобы все-таки агломерация выглядела бы и внешне, и по своей структуре, современной, естественной? Она опирается, конечно, на связи. До этого, когда я вам показывал, показывал вот весь, всю эту экспозицию пространств, речь могла идти, это тоже очень важно, о том, что в каждом из этих типов сред, которые вы выбираете, в соответствии с вашими представлениями, вашими возможностями и так далее, на самом деле достигается некий единый уровень, базовый уровень благополучия. А скрепляет эти агломерации, скрепляет, конечно, систему коммуникации. Эта система коммуникации, она нуждается сегодня, российская система коммуникации, нуждается в самом серьезном развитии. Именно развитие этих самых сетей коммуникации станет основанием для формирования агломерации. Не просто упоминания, не просто, так сказать, какие-то разговоры, а только развитие коммуникации. Самых разных, самых эффективных, самых современных. Больше того, сгруппированных и связанных друг с другом Вот это является основой формирования агломерации И смысл заключается в том, чтобы не переселять людей из малых каких-то городов Из малых населенных пунктов, из сфер, большие города А в том, чтобы эта агломерация пришла в эти малые населенные пункты Чтобы не агломерированных вообще поселений и образований не было бы В этом смысл во многом того понятия и той модели, о которой мы говорим А для этого надо, конечно, по-другому относиться ко всем этим самым транспортным узлам Значит, что это такое? Ну вот видите, это схема, к сожалению Дело в том, что сфотографировать все то, что происходит сегодня Вот в теле этих самых транспортных узлов в большом городе, к сожалению, невозможно Но роль этих самых подземных пространств, знаете, чрезвычайно велика Пространство используется многократно в этих местах Оно мультиплицируется Появляются искусственные платформы и так далее То есть с одного участка земли мы снимаем несколько как бы урожаев И это хорошо видно на этой схеме Видите, как переплетены здесь всякого рода коммуникации Разные всякие средства транспорта Пешеходные пути сквозь всего этого проникают, соментируют и собирают А наверху, в общем, мы можем иметь любой город по существу Конечно же, систему магистрали Нам надо отчетливо понимать, что в городе и в стране должна существовать система магистрали Это трассы без остановочного движения Это то пространство, где главным героем является автомобиль Где главным героем является локомотив Где главным героем является машина прежде всего И есть другая сеть Это сеть, уличная сеть Где главной фигурой, главным фигурантом, главным актором является человек и пешеход И на улицах даже, если здесь много машин Двигаться эти машины не должны с той скоростью, с которой они любят ездить на магистралях Это сети, которые должны быть абсолютно разъединены и очень четко соединены Они должны быть и независимы, и должны быть четко связаны И вот это является признаком современного города, признаком современного пространства И современной агломерации, если угодно Ну и самое, пожалуй, основное заключается в том, что именно в агломерациях Именно внутри вот этих образований, вот этих сообществ В столкновении, если угодно, самой разной ткани И самых разных пространств Все большую роль начинает играть не производство Не производство такого свойства А скорее те места, где воспроизводится собственный человек И я не устаю повторить, что сегодня Месторождение людей приобретает не меньшую ценность Чем месторождение полезных ископаемых И производство людей, или воспроизводство людей Развитие образования, развитие человеческого капитала, здравоохранения и так далее Становятся теми высокими индустриями Которые постепенно будут вытеснять, если угодно, влиянием Влиянием своим прежде всего Традиционные виды производства массово-индустриального Куда, как нам объясняют, приходят роботы Коллеги, я закончил У вас был вопрос, по-моему Артем Лазаревичев Вы упоминали монопрофильные города Это, например, когда в городе один из заводов, если вокруг него строится Какие из-за критерии? Ну, критерии сегодня моногородов, они достаточно четко определяются Действительно, это Вот вы их назвали Один завод И все обитатели этого города Они прямо или косвенно, как правило, прямо связаны с жизнью этого завода Косвенно, это когда вы в сфере обслуживания где-то еще работаете Вообще, монопрофильность не является приговором Мы знаем множество монопрофильных городов Которые существуют достаточно успешно И живут достаточно успешно Это какие-нибудь города университетские Это города вокруг крупных клиник Где и исследовательские какие-то учреждения, и учебные И больницы, госпитали крупные Это портовые города Это моногорода, но тем не менее Это вот те самые мощнейшие узлы Которые сообщают им удивительную устойчивость Это города-курорты, конечно Это те города, которые связаны с инфраструктурой И встроены в инфраструктуры Социальные инфраструктуры, человеческие инфраструктуры Или в технические инфраструктуры Вот эта встроенность в инфраструктуры Обеспечивает этим моногородам даже устойчивость Тем более, в общем, это обеспечивает устойчивость И не только моногородам Но что делать с теми, которые при заводах Что делать при заводах Да, это реальная проблема Потому что, прежде всего, это означает отсутствие связей, которые не были с самого начала налажены при их рождении, да, и отсутствие связей вот сейчас практически хозяйственных, экономических, социальных и так далее, и так далее. И вот формирование этой связи, этой связанности, интеграция в жизнь региона соответствующая, связь с соседями и так далее является вот тем путем, которым должны эти моногорода развиваться, и то, что их должно вылечивать на самом деле. Коллеги, вопросы есть еще? Пожалуйста, прошу вас. Здравствуйте, Миронов Сергей. Скажите, пожалуйста, в каких регионах России, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, возможен еще рост агломераций? Ну, я вам сказал, собственно, да, что нашей целью должна быть агломерированность и связанность всей страны. Не должно быть поселений, которые были бы исключены из хозяйственной жизни. Каких-то сообществ или людей, которые не смогли бы реализовать себя в силу просто отсутствия, отсутствия некой связанности. Вот это должно быть целью. И это должно быть встроено в некую систему, которая, или в представление, которое строится на таком понятии, как стандарт благополучия. Да, когда каждый гражданин нашего Отечества должен иметь право на совершенно определенный набор базовых каких-то услуг, базовых продуктов, продуктов цивилизации. Тех, которые, как принято считать, производят агломерации или большой город, прежде всего. Пожалуйста, прошу вас. Здравствуйте, меня зовут Садовая Софья, и у меня есть пара вопросов. Первый, насколько сильны аргументы противников таких путей развития? И второй, может быть, стоит все-таки развивать еще и провинции, а не только большие города? Ну, Софья, мне кажется, что я, в общем, я постарался ответить на этот вопрос. И в этом отношении, если этот вопрос риторический, то у нас с вами, в общем, сходные точки зрения. Безусловно, конечно. Но, еще раз, смысл агломерации в том, что границы между большим и малым городом, между городом и деревней становятся условными. Вот я об этом хотел сказать. И в этом отношении, конечно, аглоремирированность, в принципе, это есть некое-некое благо. Да, это вот тот самый путь достижения каких-то единых возможностей для всех граждан нашей страны, которым, наверное, мы должны развиваться. Но это вовсе не означает, еще раз, что жители малых городов должны срочно и спешно собираться в Москве. К сожалению, нечто подобное сегодня происходит в силу, может быть, того, что не столько-не столько уж в Москве хорошо жить, сколько в малых городах иногда жить бывает трудновато. Коллеги, если больше вопросов нет, ну, давайте мы тогда на этом завершим наш разговор, нашу беседу. Успехов вам! Спасибо! 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 Спасибо!